Каждый из нас будет за тебя молиться, а от всех от нас мы желаем тебе победы! Поддержка из родного клуба «Пересвет» для Владимира Алексеева была как глоток свежого воздуха. За уроженцем крохотного поселка Самородки Барышевского района Ульяновской области болело все по Волжье. Соперник очень опытный краснодарец Вартана Сатрян. Старше Алексеева на 4 года и в 3 раза провел больше профессиональных поединков. Пять лет назад был чемпионом организации «Файт-Найтс», поэтому еще до боя соперники начали обмениваться любезностями. Какой бы у него там ни был рекорд, я считаю, что он сырой боясь. Ты сказал, что я сырой, будут сырые твои шорты. В преддверии этого противостояния все было на стороне ульяновца. Даже президент лиги АМС «Файт-Найтс» Камил Гаджиев делал ставку на Владимира. Вартан Сатрян один из моих любимых бойцов. Но фаворитом считаю Володю. Почему? Потому что все эти два года он умирал в клетке. Тяжелейшие бои. Он переламывал ход поединков. И поэтому я считаю, что сегодня он больше готов к титульнику. С этим прогнозом был явно не согласен сам Вартан Сатрян. Уже на церемонию завешивания он стащил чемпионский пояс у президента лиги. Чтобы вернуть его обратно, пришлось доходчиво объяснить, что пояс «Краснодарец» получит только победив Алексеева. Но все словесные разногласия были позади, когда ринканонсер турнира Александр Загорский начал объявлять участников титульного противостояния. Владимир Алексеев неизменно выходит на бой под композицию «Небославян». 24-летний спортсмен, 169 сантиметров его рост, 9 побед, 3 победы нокаутом, 3 с обминшинами и 3 решением, одно поражение решением судей. Мастер спорта по ММА, чемпион России по боевому самбо, представляет клуб «Пересвет» при монастыре в Ульяновской области. Рост без родителей, воспитывался бабушкой. Отец Тихон, под руководством которого Владимир тренируется, считает его своим сыном. Первые два раунда из пяти у подопечного отца Тихона сложились настолько неудачно, насколько это можно себе представить. Владимир получил серьезное рассечение и, как выяснилось по окончании поединка, перелом ноги. Больше 20 минут бескомпромиссного боя Владимир Алексеев не только выживал на морально-волевых, но и умудрялся эффектно контратаковать. Дважды представитель Ульяновской области был близок к тому, чтобы финишировать Асатряна. Увы, на нулевая видимость из-за рассечения и травма ноги сказались в последних двух раундах. Владимир дотерпел до конца и вызвал шквал уважения по всей стране, а главное у своего соперника. Он сделал все от него зависящее. Просто так неудачно сложился вечер. Спасибо моему сопернику Володе. Я давно игрался с русскими парнями. У меня всегда были на дистанции, ну, кавказские ребята, с которыми постоянно, они тоже такие характером, агрессивные. А здесь ловчик такой, крепкий парень, скромный брат. Я поймаю его на трещок. Он провоцировал, что он на меня газовал. Все знают, что я там король. Так что я тебе точно, да. Бля, для тех претензий нет, он машина, он красавчик, я его уважаю. Впереди у Пересветовца восстановление и активная подготовка. Реванш, обещают организаторы, обязательно состоится. До него оба спортсмена проведут еще по несколько поединков. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.